Ку, братчиц, сегодня я научу тебя делать мощные биты на AFL Studio Mobile. Для этого, мы возьмем какой-нибудь скачанный сэмпл, для того чтоб сэмпл появился на нашей дорожке мы должны зайти в аудиоклип и найти сэмпл, и просто нажать на него. Подгоняем BPM, под наш сэмпл, после чего начнем его видоизменять, чтоб добиться более мощного звука, но а если тебе лень, то можешь нахуй ничего не менять, все и так будет звучать заебись. Субтитры сделал DimaTorzok После чего как мы изменили наш сэмпл, а быть точнее обрезали его в разных местах, мы начинаем накидывать жирный кик, чтоб он прям бил по ушам, но не так сильно, а то потом все твои наушники будут в крови. Не забывайте делать перебив, чтоб кик тоже начал звучать необычно, ведь мы должны вкладывать всю свою душу в написание подобных битов. После того, как наш кик обрел форму жизни, мы приступаем к написанию снейра, снейр я взял с дрампака от Давида, ведь там и вправду снейр ломает ебало. Снейр ставим довольно просто, через каждый удар кика, главное отступить на 4 октавы. После чего, мы добавим еще один снейр, но уже более тихий, чтоб сделать перебив битя, а нужно это для того, чтоб бит не звучал так уныло. Главное не забываем сделать потише наш второй снейр, он должен звучать позади бита. Плагин, мультификс, накидываем так же на второй снейр, для того, чтоб он звучал как будто это живой инструмент, выбираем тампонер и вытягиваем вправо и бок, а элфа подымаем выше середины, это все поможет нам, сделать снейр более живой. Теперь, мы приступим к написанию жирного баса, чтоб он прям ебашил по всей квартире, чтоб все соседи слышали кто отец этих битов. Также с басом, делаем в некоторых местах перебив, подымаем на 3-4 ноты выше наш перебив, чтоб наш с вами бит, звучал как ебаная машина. Как мы закончили с басом, приступаем к хай-хетам. А теперь самое главное, чтоб хай-хет не звучал однообразно, мы нажимаем на магнитик в левом верхнем углу и выбираем 1-4 степ, и двумя пальцами приближаем экран прям к лицу, а дальше повторяем за мной. Советую делать это в местах перед басом, либо перед ударом снейра. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Давайте возьмем каркуссию, чтобы еще больше разнообразить наш бит, и накидаем ее в тех местах где пусто, но главное чтобы она была поднята на 5 нот выше либо же ниже, все зависит от вашего желания. Ну вот мы и закончили с написанием бита, как расставить бит я думаю вы знаете, а если нет то напишите в комментариях. Я вам объясню, с вами был XRL, спасибо за просмотр, подписывайся и ставь лайк, мне необходима твоя поддержка бро, а теперь приступаем к прослушиванию. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok